В прошлый раз мне сказали убирать волосы в хвостик, если я показываю упражнения на шею. Слушаюсь и повинуюсь. Привет, я Мария Календарева, у меня новая прическа, я фитнес-тренер, и добро пожаловать на мой канал. Сзади меня горы Казахстана, и сегодня я записываю комплекс на шею по многочисленным просьбам. У меня в инстаграме очень много людей с проблемами на шее, как оказалось. И сегодня будет короткий комплекс такого характера SOS, то есть когда вас сковало, сжало, вам нужно как-то продолжить жить. Эти упражнения помогут, но вы должны понимать, что вы ничего не должны вообще-то, но позвольте мне вам рассказать, что необходимо, чтобы было. Нужно понимать, что шея это всегда следствие какой-то несбалансированной работы тела. Поэтому есть смысл тренироваться комплексно, я думаю, что вы это уже знаете, у меня на канале много тренировок, сходите потренируйтесь и отметьте эффект. Попробуйте тренироваться регулярно, и тогда вы отметите улучшения, и шея у вас станет болеть меньше. Еще такой небольшой рассказ про шею. Шея это такой регион, который зафиксирован между плечами, грудной клеткой и головой, и он как заложник. Он, она как заложница. Шея это такой регион, который еще не до развился. То есть мы встали, пошли прямо ногами, и вот этой тоненькой шеи приходится удерживать большую голову, и, конечно, она испытывает много стресса, потому что большая нагрузка на нее, и, в принципе, на позвоночник. Поэтому, конечно, позвоночником заниматься надо. Окей, погнали. Всего глобально в шее 4 движения, которые мы сейчас с вами базово разберем, и потом будем их сочетать по-разному. Первое движение это наклоны, такие неодобрительные, как будто бы вы не одобраете выбор свой собственный, типа, ай-яй-яй, зачем я столько съел соленых огурцов на ночь? Зачем же я столько выпил молока на ночь с солеными огурцами? Мы делаем акцент не на том, чтобы наклониться ухом к плечу, а делаем акцент на том, чтобы поднять ухо как можно выше к потолку, к небу. Вытягиваемся. Направо. Налево. То есть, тянетесь за ухом, как будто бы вы, знаете, как марионетку, так потянули, и вы послушались. Вас потянули, и вы послушались. Мочкой уха попробуйте посмотреть на потолок или на небо, что у вас там. Хорошо, это было первое базовое движение наклоны. Следующее движение это повороты. Поворачиваемся направо и налево. Это уже второе движение. И сейчас мы с вами сделаем сочетание этих движений. Мне кажется, ли за этим меня луна огромная. Сочетание этих движений. Внимательно. Сейчас нужно сделать наклон направо, повернуться, посмотреть себе на плечо, вернуть, убрать этот поворот и вернуться обратно. Наклон налево, повернуться, посмотреть себе на плечо, сдуть пылинку, повернуться и вернуться обратно. Наклон, поворот. Вообще, сочетание шеи великое множество. Мы сделаем сегодня такие базовые. Наклон, поворот. Тем самым мы вот этим движением, мы улучшаем питание ткани, улучшение движения лимфы. Пожалуйста, делайте в комфортном для себя темпе, с комфортной амплитудой. Боль – это всегда сигнал того, что нужно остановиться. Если вы чувствуете какой-то дискомфорт, стоп. На очереди третье движение. Мне нужно показать его боком. Здесь будет два движения. Первое – запрокидывание головы. Это мы могли видеть упражнение из рилса. То есть шея стабильна, только запрокидывание. Посмотрели в небо, посмотрели себе на бедра, на грудь. Опять смотрим в небо и на грудь. Здесь у вас вытягивается платизма. Это мышцы, которые расположены вот здесь, на шее и под подбородком. Здесь у вас появляется 15 подбородков и растягивается задняя линия шеи. И еще один раз. Запрокинули. И сейчас мы сделаем второе движение в этой плоскости. Это выдвигание и задвигание. И это уже четвертое движение по счету. Я вам немножечко наврала, их будет пять глобально. Смотрите. Выдвигаем, задвигаем. То есть мы как будто бы носом принюхиваемся. Выдвигаем, задвигаем. Только не делайте подмену, не делайте это подбородком. Делайте именно шеей и носом, как будто бы нюхаете воздух перед собой. Здесь уже довольно прохладно. У меня сейчас сковало уже руки и губы, и зубы. Но надеюсь, что вы находитесь в комфортных условиях. В тепле. И делайте это движение. Окей, мы сделали выдвигание. И теперь мы сделаем пятое движение. Оно немножко такое противненькое, я бы сказала. Не сразу оно получается. Поэтому не переживайте, если оно у вас не получится. Я сама его еще не всегда могу делать. Смотрите, такие выдвигания. Представьте, что вы женщина, которая танцует танцы живота. Ну, или мужчина. Who cares, как говорится. Как у нас в Шамкенте говорят. Вы делаете такие, знаете, шифты головой. Вправо-влево. Не могу смотреть в камеру, смущаюсь. То есть, это не наклоны, да, не повороты. Не подменяйте. Это именно шифт. В нижнем отделе шеи есть движение. В одну сторону, причем, будет делаться легче. Во вторую, немножко сложнее. Через несколько минут у вас это движение разойдется и получится обязательно. Вот такие вот немножко арабские танцы. Не знаю, как это сказать еще. Такое вот. Можно руки так поднять. Хорошо. И давайте сейчас мы с вами немножко посочетаем плоскости. Все вместе. Не все вместе сразу, а какие-то вариации. Такие самые, как мне кажется, с высшим КПД. Коэффициентом полезного действия. Итак, вот вы уже знаете, что у вас есть поворотик, да. Сделали поворот направо сейчас. Теперь, вспоминаю, был кивок, да. Сделали кивок. Теперь в этом кивке сделайте наклон. Вытяните шею. Очень приятно здесь тянет шею. Потом уберите этот наклон. Вот у меня немножечко кивок потерялся по дороге. Уберите кивок и уберите поворот. В другую сторону поворот, кивок и ухо поднять в небо, как я вас учила. Вытягивается вся вот эта зона. Причем противоположная ей сокращается. И мы также сначала убираем наклон. Посмотрите, не потеряли ли вы кивок. Уберите кивок и уберите поворот. Я в горах, я сейчас поняла. Я в заповеднике. Поворот, наклон. И я тут одна. И мне что-то стало немножко жутко. Чего я вообще делаю со своей жизнью? Зачем я сюда приехала? Снимать видео для шеи, конечно же. Давайте еще поворот. Кивок. Поднять ухо. Это как, знаете, чем-то похоже на математическое уравнение. То есть какие-то есть производные. Первая, вторая, третья. Потом в таком же порядке вы это убираете. Давайте сейчас немножко усложним. Мы добавим еще запрокидывание. То есть мы из кивка будем уходить из запрокидывания. Вы вообще здесь, вы все понимаете, что происходит здесь. Давайте сделаем поворот. Раз. Теперь кивок. Теперь наклон. Сохраните наклон, уберите кивок. Теперь делайте запрокидывание, поворот. В другую сторону. Кивок. Наклон. Убрать наклон. Но вообще-то вы уже такие продвинутые пользователи, насколько мне известно, вы уже классно разбираетесь со своим телом. Знаете, что такое... Некоторые из вас знают, что такое алгоритмы. Те, кто не знает, что такое алгоритмы, приглашаю вас попробовать еще тренировки у меня на YouTube-канале. Там я это делаю. Говорю. Я вас тут сейчас и говорила, да? Вы делаете? Пора заканчивать эту тренировку. Давайте делаем запрокидывание, поворот. Я вас приглашаю к себе в клуб, в котором мы тренируемся регулярно. И там, если вы будете тренироваться регулярно, шея ваша перестанет болеть. Это я вам точно гарантирую, что она будет меньше болеть. Совсем уж не гарантирую, что боль уйдет. Это никто не может гарантировать. Но то, что станет легче, это факт. Клуб – это сообщество, в котором мы тренируемся регулярно. Закончили. Два раза в неделю. Есть мини-группа такой Comfort Plus. Есть группа побольше Comfort. Вы можете выбрать свой тариф, а я оставлю ссылки под этим видео, ссылку на свой телеграм-канал и ссылку на регистрацию на клуб. Сам клуб длится 10 недель. Я вас жду. До встречи и пока-пока.